В Казанском федеральном университете прошло уже четвертое по счету студенческое шествие под знаменем победы в Великой Отечественной войне. Данное событие стало одним из масштабных во всей республике Татарстан в преддверии Дня Победы. Организатором студенческого марша стал Казанский федеральный университет. И неудивительно, что такое событие не могло остаться незамеченным. Для его проведения университет получил разрешение на временное перекрытие улицы Кремлевской. Несколько тысяч студентов и сотрудников университета, почетных гостей и ветеранов прошли по главной улице Казани в знак уважения и памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Возглавил марш ректор КФУ Ильшат Гафуров, пройдя по улице с портретом своего погибшего на войне деда. Мы приехали сюда как от военно-патриотического клуба «Патриот Сибири», Сибирского федерального университета города Красноярска. И для меня это большая честь побывать на таком грандиозном мероприятии. Ежегодно программа меняется и становится разнообразнее. Кроме того, среди участников шествия было много иностранных студентов. Уже по доброй традиции участниками митинга, организованного Казанским федеральным университетом, были представители из других федеральных вузов. В составе почетного батальона вновь шел отдельный взвод студентов федеральных университетов России. Масштабы мероприятий, которые проводят ваши университеты, они что-то потрясают. Как я уже говорю, я военнослужащий и очень часто я принимал участие в подобных мероприятиях в рамках вооруженных сил. Героями без сомнения можно назвать каждого участника тех трагических для всего мира событий. Многие студенты и сотрудники университета ушли на фронт в первый год войны. Имя каждого из них увековечено на стене славы Казанского университета. Ветераны, гости и ректор Кафульшат Гафуров возложили цветы у мемориала. В речах почетных гостей и ректора Казанского университета общим лейтмотивом шел призыв сохранять мир и не бояться бороться за свободу и свою страну. Светлая память о погибших и без вести пропавших будет всегда храниться в наших сердцах и залогом тому наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня каждый из вас, кто присутствует на митинге, должен понимать одно, что мир это очень трудное дело. Вся страна поднялась на защиту своей родины и еще раз низкий поклон нашим ветеранам за мирное небо над головой. Великая победа нашего советского народа сыграла огромную историческую роль. Какая радость у меня сегодня на душе. Я вот смотрю на вас, солдаты, будущие защитники нашей родины. Я так рада, что наша Россия имеет вот такой запас силы над фашизмом в будущем. Если кто-то посягнет на нашу родину, очень крепко пожалеет об этом. И еще я хочу сказать, что Гафуров, вот в моем понимании, это просто не просто ректор. Он, мне кажется, душа, отец вот этих всех молодых товарищей, всех студентов. Просто вот видно же от человека, что какую он работу каждый раз делает, вот праздник исправляет. Это какой труд, вот это все организовать, все это собрать, всех нас. И нас не забывать. Мы вот тоже приходим с удовольствием сюда порадоваться. В этот день всю территорию университета окружала атмосфера военных лет. На территории вуза традиционно работала полевая кухня, где студенты могли подкрепиться вместе с участниками парада. Наш телеканал вел прямую трансляцию со всех мест происходящих событий. Насыщенный день со студенческого марша победы завершился для ветеранов праздничным обедом в Казанском федеральном университете. На этом праздничное мероприятие в КФУ, посвященное Дню Великой Победы, не заканчивается. В ближайшие дни на площадках Келабурского и набережной Челнинского институтов КФУ также пройдут студенческие марши победы. А студенты всего университета по давней традиции продолжат акции помощи ветеранам и героям трудового фронта. Такая солидарность нашего студенчества, это же умолепсижимо. Значит, мы со своей народом, со своей молодежью становимся единым коллективом. Это самое главное. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс.